Качели-карусели со школьной площадки перевезли сюда, в Молдовский сельский округ. В итоге на детскую площадку стекаются детвора сразу с шести близлежащих улиц. В выходные, говорят местные жители, здесь яблоку негде упасть. Каждый день после школы сюда ходим и играемся. Раньше чаще дома сидели, а сейчас гуляем. Негде детям было проводить доступ к себе. И тогда мы выбрали вот это место. Здесь был косогор. Мы его отсыпали. Администрация работает совместно с нами или мы совместно с ними. Поэтому без них у нас ни одного шага не происходит. Только совместная работа. Сегодня с самого утра сюда пришли взрослые, чтобы продолжить обустройство площадки. Мамы взялись за кисточки, а вот папы заодно организовали расчистку ливневки. Благо, погода позволяет. Взяли на себя общественники и воспитательную работу с подрастающим поколением. Реализуют в селе и мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Я человек военный, людей, наша молодежь. Хочу, чтобы они выросли защитником Родины. Эта площадка нам, конечно, дает возможность побольше общаться с детьми, с малышами. Ну, мы все приходим сюда. В основном, как, здесь можно на площадке увидеть всех. И пообщаться, побеседовать с малышами, объяснить, что хорошо, что плохо. Школа же, благодаря которой в Молдовке появилась очередная детская площадка, ждет продолжения строительства спортзала. Здесь он нужнее игрового городка. Возвести спортивный павильон на территории 48-й школы решил глава города на очередном сходе граждан в селе Голицыно. На сегодняшний день уже завершен первый этап работ. Залиты две бетонные площадки общей площадью 180 квадратных метров. Установлены и металлические конструкции. Сейчас ведется активная работа по изысканию средств для продолжения уже начатых работ. Это очень хорошо, что глава города Анатолий Николаевич Пахомов услышал нас, что начало работе положено. Наша школа – это, можно сказать, единственный социокультурный центр села. Поэтому спортивный павильон нам просто необходим для проведения занятий по физической культуре, для организации внеурочной деятельности. Как и бывает в селах, все мероприятия, в том числе культурные и даже сходы граждан, проходят в школе. Поэтому на местные праздники здесь собираются жители сразу пяти сел. Голицына, Каменка, Казачий Брод, Лесной Монастырь. К строительным работам готовы подключиться и местные общественники – тосовцы, которые в городе считаются главными помощниками руководителя курорта. Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».